Несколько дней назад убили моего бывшего мужа, отца моего ребенка. Расстались давно, 6 лет назад. В браке были 4 года. После брака замуж так и не вышло. Горечь и обида почему-то все так произошло, не покидает мое сердце и мои мысли. Сыну не показываю всех слез, стараюсь при нем не вспоминать о произошедшем. Как прийти в себя, отпустить эту боль и начать жить привычной жизнью? А сын знает, что папа умер? Ну, вот этого я не знаю. Это плохо. С сыном, во-первых, надо об этом разговаривать. Это неправильно, когда произошло горе у всех. Умер папа. У мальчика умер папа, у нее умер бывший муж. Все страдают. И важно в страданиях говорить, разговаривать. В разговоре мы вычерпываем. И не позволяем дьяволу обманывать нас внутри. А второй момент. Вообще это очень такой инструмент, когда ты все, что недовысказал, все, что вот еще внутри бурлит к этому человеку, высказать это нужно. Иногда помогает письмо, когда мы пишем, мы даже заводим тетрадки и пишем то, что еще, как говорится, моя внутренность не успела сказать этому человеку. И, кстати, в интернете есть 2000... Какого? В каком году была конференция? В 19-м? В прошлом году. Чистое сердце, да? В прошлом году. Вот как раз-таки Ольга, Ольга, вот она, Ольга. Она ведет там урок из чистого сердца, и мы взяли эту практику из слова, как порвать пагубную душевную связь. Нужно с этим человеком еще и душевную связь порвать. То есть его нужно из себя выпустить. Выпустить. Как выпустить? Есть боль, которая не пускает, и есть какие-то невысказанные диалоги, которые не пускают, и эмоциональная привязка, которая не пускает. Это все благодаря этим инструментам выходит. Вот так.